Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царств и сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. В третий год Осия сына Илы, царя Израильского, воцарился Изекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Надо сказать, что царь Изекия – это как бы лебединая песня именно народа еврейского, потому что после него уже все пойдет под откос. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его, он отменил высоты. Вот наконец-то появился царь, который отменил эти высоты. Разбил статуи, срубил Дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. То есть этот медный змей был сделан по случаю, что когда евреи шли из Египта, они попали в долину, где было очень много змей. И змеи стали их жалить. И тогда Бог повелел Моисею сделать медного змея на столбе. И ужаленные евреи смотрели на медного змея, как бы на скованного змея, и получали исцеление от змейных укусов. Но евреи сохранили это изображение, и в какой-то момент начали кадить перед ним, совершать чуть ли не поклонение. Хотя об этом никакой речи не было. Дали даже ему имя на Хуштан. И здесь мы видим, что царь из Египта истребил этого змея. На Господа Бога Израилева уповал он, из Египта. И такого, как он не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. То есть по своей праведности он превзошел всех, которые были до него, и всех, которые были после него. Сами евреи считают, что из Египта мог бы быть даже мессией. А если бы еврейский народ оказался в то время достоин пришествия мессии, или он мог ускорить как бы пришествие мессии, потому что иметь такого царя — это очень благоприятное обстоятельство. «И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Боисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно, и отложился он от царя Сирийского, и не стал служить Ему. Он поразил филистимлян Дагазы, и в пределах их от сторожевой башни до укрепленного города. То есть он расчистил все пространство от пограничных территорий, где были сторожевые башни, до укрепленного города, где, собственно говоря, жили люди. И по отношению к филистимлянам он их пограничные укрепления разрушил, и их центральный город. В четвертый год царя Языкии, то есть седьмой год Осия, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее, и взял ее через три года, в шестой год Изыкии, то есть девятый год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Об этом мы уже читали. За то, что они не слушали глаза Господа Бога своего и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. Потом, мы знаем, он туда заселил выходцев из разных земель. В четырнадцатый год царя Израильского пошел Саннахарим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Вот здесь возникает вопрос. Если царем становится такой праведник, как Израильский, почему процесс уничтожения Святой Земли не останавливается? Скорее всего, это связано с тем, что все предшествующие цари, династии, поколения, они были по-своему нечестивы или двоеверны. И эти грехи набрали такую инерцию, что один праведный царь уже не способен остановить эту инерцию греха. А где есть инерция греха, там есть и возмездие за грех. И послал из Икии царя Иудейский царю Ассирийскому в Лохис и сказал, «Виновен я, отойди от меня и наложишь на меня, что наложишь на меня, я вынесу». То есть какую дань ты дашь мне, я ее заплачу. И наложил царь Ассирийский на Изыкию царя Иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Талант любой – это несколько килограммов в килограмм, килограмм в двадцать. А там золото или серебра – это очень значительная сумма в серебре и в золоте. И талант – это не монета, это мера такая очень серьезная. И отдал из Икии все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. Ну, как-то мы уже с вами говорили, как бы неиссякаемая сокровищница все время что-то находит в доме Господнем. И в доме царском, потому что Господь благословляет дом Господень, это его дом. А дом царский все-таки – это дом Давида. И люди живут как бы вот духовными сокровищами, материальными сокровищами, которые проистекают от духовной и светской власти. В то время снял из Икии золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил из Икии царь Иудейский и отдал его царю Ассирийскому. То есть он как бы заботился сам об этом месте, но теперь надо выживать любой ценой. «И послал царь Ассирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лохиса к царю из Икии с большим войском в Иерусалим. И пошли и пришли к Иерусалиму». То есть мы видим, как сжимается кольцо вокруг святого места, но именно святой город – это как бы последний оплот. Кстати, так же было с Византией. Когда при Махмеде II взяли Константинополь, тогда Византия состояла только из Константинополя уже длительное время. Потому что всю империю уже завоевали османы, и оставался только этот город. Так и здесь этот святой город, только он один еще оставался. Но и к нему подошли войска, большое войско. «И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белили-Чинни-Го, то есть где Белили-Вещи. И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севнописец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рапсак, вы начальник ассирийский, «Скажите, языки, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» В понимании ассирийцев уповать можно на огромную армию, а уповать на какого-то бога, это для них было непонятно. «Ты говорил только пустые слова, для войны нужны советы, сила». Это продолжается речь Рапсака. «Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» То есть вышел из-под власти ассирий. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее?» Это такой афоризм, он используется и у пророков. «Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него». И Рапсак продолжает свою речь. «А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Эзекия и сказал Иуде Иерусалиму, пред всем только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме». То есть Рапсак не может понять логику единоверия, если вы уповаете на Бога, вы уповаете на всех богов, а вы тут разрушили все высоты. И он продолжает свою речь. «Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего и уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его?» Здесь есть некая такая логика. Рапсак вам говорит, ну, ладно, ты веришь в Господа, но Господь-то меня почему-то допустил дойти прямо до Иерусалима. «При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его?» Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Ну, здесь он может преувеличивать как бы все. Итак, речь Рапсака окончена. «И сказал Елиаким, сын Хелкиин, Исевна, Иоах, Рапсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». Оказывается, Рапсак произносил эту речь на еврейском языке. Но постные вот языки царедворца, они говорят, говори на рамейском, потому что в то время евреи больше говорили на еврейском, а рамейские знали в худшей мере. А вот ко дням Иисуса Христа все было немножко наоборот. Все уже говорили по-арамейски, а по-еврейски только молитвы читали. И царедворцы не хотят, чтобы он смущал народ, который и так запуган, потому что есть некая логика в том, что он говорит. Дьявольская такая логика. «И сказал им Рапсак, «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать сие слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». То есть Рапсак говорит, «Нет, я специально говорю на еврейском, чтобы эти люди слышали, потому что скоро начнется голод, и что вы будете есть». «И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского». «Так говорит царь, пусть не обольщает вас Эзекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». Кто-то может удивиться, а как Рапсак знал иудейский язык. На самом деле, это одна семитская группа языков. Собственно говоря, еврейский язык и арамейский язык. И во многих случаях, по правилам еврейской грамматики, редкие еврейские слова, их проверяют словами арамейскими, близкими по транслитерации. «Так, говорит царь, пусть не обольщает вас Эзекия, продолжает свою речь Рапсак, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Эзекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского». «Не слушайте Эзекии», то есть он призывает их к мятежу, против царя, который действительно, может быть, был вымолен теми немногими праведниками, чтобы наконец-то появился праведный царь. «Ибо так, говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей, смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодзя, пока я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля». То есть здесь он говорит, что переселение неизбежно, но пока оно не началось, вы будете жить каждый у своего виноградника, у своего колодзя, а когда вас потом мы переселим, там будет такая же земля, ну такая же в понимании Рапсака, а в понимании народа Божия, как же она может быть такой же землей? Помните, когда произошло исцеление от проказа Наймана? Так он вывез там эту землю святую, чтобы молиться на ней, а тут их хотят переселить, согнать святой земли. «Пока я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля, а в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». То есть он так зазывает их. «В землю масленичных дерев и меда, и будете жить, и не умрете». Ведь сейчас, например, 30 миллионов россиян живут за границей. Такого не было даже после Гражданской войны. Вот приличенные какими-то призывами современных рапсаков многие покинули нашу землю. Но для религиозных евреев это катастрофа. Действительно, когда-то, когда-то можно было служить Богу и приносить жертвоприношения где хочешь. Мы знаем, что Ной приносит жертвоприношения на горе Арарат. Мы знаем, что Кайнавель где-то близ рая сладости приносили жертвоприношения. А потом, когда Бог избрал землю Израиля, после этого можно было приносить только на земле Израиля. Но везде. И в Селоме приносили жертву, и в других местах приносили жертву. Но когда Бог избрал Иерусалим, можно было только в Иерусалиме приносить жертву. Где угодно в Иерусалиме. Но когда Бог избрал гору Мариа, храмовая гора, только там можно было приносить жертву. Поэтому для евреев это принципиальный вопрос. Как они могут покинуть эту землю, тогда они останутся без жертвоприношения. Почему, например, сейчас евреи не приносят никаких жертв? Потому что храмовая гора отнято у них мусульманами. Там стоит мечеть золотого купола. И они не могут туда подняться. Если они туда поднимаются, там столкновения какие-то начинаются. И вот этот рапсак, символ такого мирского соблазна, он их призывает к благополучию в новой земле. Переселяйтесь, оставляйте все. Не слушайте же языки. На самом деле, кого и надо было слушаться, так это языки. Это единственный нормальный царь. Такого не было до него и после не было. Не слушайте же языки, которые обольщают вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя сирийского? Где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Вот здесь рапсак совершает акт богохульства. Он сравнивает бога истинного с какими-то богами других народов, которые они поработили. А где теперь ассирийское царство? Его нет. Ничего не осталось. А религия Авраама, Исаака и Иакова в формате христианства, она продолжает существовать. Рапсак продолжает. Кто из всех богов земель всех спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? Что же может ответить народ на все это? Потому что вот он, рапсак, он уже в Иерусалиме. Вот его огромное войско, оно уже в Иерусалиме. Как, помните, Борис Годудов Пушкина «Народ безмолвствовал». Так и здесь, мы читаем 36 стих, «И молчал народ, и не отвечали ему ни слова». Но здесь была другая причина. Потому что было приказание царя не отвечать ему. То есть царь Исааки сказал не отвечать. Потому что это могло провоцировать погром. «И пришел Елиаким, сын Халкиин, начальник дворца, и Севна, писец и Иах, сын Асафов, деписатель Каизыкии, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова рапсаковы». То есть пересказали тот ультиматум, который, по сути дела, объявил им всем рапсак. Давайте посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. Это его комментарий на четвертую книгу царства. «Как я уже сказал, Синахирим – это образ дьявола. Это предположение ясно подкрепляется словами, которые говорит рапсак в этом фрагменте. Он хвастливо восстает против Бога, давая лживые обещания народу, пытаясь отобрать у Бога славу высшей власти, обнадеживая людей в том, что земля их будет плодородной, урожай обильным, если они оставят землю, данную им Богом. И перейдут в другие места обещанные ассирийцами. С такой же ловкостью приспешники и посланники дьявола пытаются обольщать простую душу. И потому они, прежде всего, стараются искоренить любые мнения, которые вдохновлены божественным проведением. рапсак это как бы апостол дьявола. Если царь Сенахерим это символ дьявола, то рапсак это как бы прообраз антихриста самого, который придет и своими обещаниями он обольстит всю планету. Он тоже будет говорить с некой логикой, с неким как бы обоснованием. Кому-то его слова покажутся правильными, верными и произойдет приличение многих. Но только не тех, которые будут сохранять верность Богу до самого конца. Субтитры создавал DimaTorzok